Здравствуйте! Авторское телевидение представляет очередную программу из цикла «Из первых рук». Напомню, в ней известные политики, деятели искусства, науки и культуры знакомят из первых рук со своей точкой зрения на те проблемы, которые для них в данный момент являются особенно важными. Безусловно, подписание трехстороннего договора по сокращению украинского ядерного оружия еще долго будет оставаться темой номер один. Наш собеседник Леонид Макарыч Кравчук, и по-моему, он улыбается. Это даже точно. Здравствуйте, Леонид Макарыч. Могу ли я сказать, что если президент Украины улыбается, то значит все в порядке? Ваша улыбка, к чему она? Сегодня действительно есть повод улыбаться, потому что подписаны очень важные документы, документы, которые открыли путь к ядерному разоружению, то есть уничтожению самого страшного оружия. Это страница историческая для всего человечества. И для меня приятно, что Украина, подписав этот документ, не стала на пути ядерного разоружения. Не стала. А включилась в этот процесс и активно будет в нем принимать участие. Скажите, вы возвращаетесь в Киев, на Украину, в Украину, как если точно говорить, как полагается. Безусловно, первое, что вы услышите не только слова одобрения, но и слова возражения и просто категорические протесты по поводу того, куда и под что вы поставили свою подпись. Несомненно, они уже есть эти возражения. Они и были на Верховном Совете до этого. Но мы должны руководствоваться интересами всего народа Украины и всего человечества, а не только темы или интересами тех, кто возражает. Это оппозиция. Оппозиция всегда возражает. Для этого она существует, чтобы возражать. А мы должны руководствоваться высшими интересами. Для меня высшие интересы, глобальные интересы, ядерное разоружение. Я убежден, что мы сделали правильно в интересах Украины. Тем более, что если брать сугубо фактически, то те положения, которые были в постановлении Верховного Совета, нам удалось реализовать. Они отражены в документах. Иногда я заканчиваю рабочий день, еду домой и думаю, насколько меня хватит. Это ваша цитата. Насколько хватит президента Кравчука, но вот в каком аспекте я спрашиваю. Для меня лично президент Кравчук, это знаете что, Леонид Макарович? Это, например, отсутствие границ между Украиной и Россией. Это нет проверки паспортов, когда едешь на поезде. Это спокойное совершенно общение между двумя величайшими странами, которые могли бы в случае неудачного развития событий разделиться и покрыться сетью сторожевых вышек. Насколько хватит Кравчука? Насколько я спокойно смогу ездить к родителям на Украину? Ничего не опасаю. Это очень интересная тема. Давайте мы ее немножко разовем. Значит, 340 лет Украины и России, кстати, в январе, вот 20 января где-то, 340 лет Парьяславского соглашения. Сегодня 1654 год, сегодня 1994. 340 лет вместе. Россия, Украина. Так? Да. Ну вот ставится вопрос, а как дальше жить, не испытав чувства хозяина своей земли? Вот Украина решила испытать это чувство, стать хозяином. Хозяином своей земли, всей земли, своей доли, как говорят на Украине, но не поставила цель отойти или отгородиться от России каким-то забором. Такой цели президент Украины никогда не ставил. Это ему приписывали. Сегодня президент Леонид Кравчук, завтра может быть президентом другой человек. Есть ли гарантии, мы же знаем, что гарантия не в личности, хотя на первом этапе в личности, гарантия в том механизме? И в людях. Совершенно верно. Вот здесь. Сегодня мы разошлись для того, чтобы строить российское государство, украинское государство. Разошлись, но не должны нагнетать друг другу негативы. Потому что негативы, они пойдут в наших детей, в наших внуков, и тогда их вытравливать будет очень непросто. Поэтому мы должны сегодня очень умно, очень терпеливо строить свою политику. Россия по отношению к Украине, Украина по отношению к России. Я к этому стремлюсь. Теперь в отношении границ. Границы существуют не для того, только чтобы ездить или не ездить в гости. Границы – это прежде всего гарантии экономические, обязательно. Гарантии, связанные с движением разных процессов через границу, скажем, ценностей, наркотиков, людей и так далее. Границы, если есть государство, они нужны. Какие границы – это другой вопрос. Так вот, главный вопрос сегодня экономический. Если бы, скажем, мы могли с Россией договориться в отношении одинаковых цен на товары, одинаковых тарифов, одинаковых таможен и так далее, тогда граница не нужна. Но если сегодня килограмм мяса в России 100 рублей, на Украине 2 рубля, куда будут везти мясо? Ну, я догадываюсь, в общем, и мы с вами это понимаем. Вы, наверное, чувствуете на вокзалах мясо и продукты с Украины? Вижу. Видите. Вот в этом-то вопрос. Поэтому граница в данном случае – это недоброе пожелание Кравчука или другого. Надо договориться. Почему существует европейское сообщество и нет этих проблем? Потому что не все договаривается. А в нас как? Россия свои цены, Украина свои. Даже по телефону не согласовывается. Могу ли я так понять, Леонид Макарович, что, в общем-то, то, что вы сейчас говорите мне, это в определенной степени обида на Россию, я очень так сказал, осторожно, не берите эти слова точно, за то, что до сих пор не удалось договориться. Это не обида. Это то, что мы создали СНГ, и о нем много говорим, но элементарных проблем решить не можем. Когда Украина будет богата, есть такой стереотип Украины. Житница, но это только одно из тех многочисленных слов, которые можно применить к Украине. Приезжаешь, и вот какая-то чаша изобилия. Когда Украина станет чашей, я знаю, что вы сейчас скажете. Когда вот Россия пусть станет чашей изобилия, тогда будем про нас говорить. Но все-таки, ну так бы этого хотелось. А тут купон падает, и это ужасно. Точка зрения Леонида Кравчука, президента. Мне, конечно, хотелось бы, наверное, больше всех, чтобы так было. Но я понимаю, и должны все понять, что переход от одной системы жизни к другой системе, причем переход очень болезненный, сочетающий строительство государства как такового, строительство своей экономической системы, из маленькой частички сделать нечто цельное, это сопряжено с огромными трудностями. Плюс Украина не является автономной единицей в море, как говорится, не остров, она окружена другими государствами, и все на нее воздействует. Вот когда мы будем взаимодействовать, когда люди поймут одну простую вещь, что ни президент, ни царь, никто иной, кроме труд, и только труд даст богатство, было состояние, и управление будет соответственное, и принципы жизни отвечать международным, цивилизованным принципам, отработанным человечеством, тогда и Украина, и все другие будут богатыми. Россия богаче Украины. Вы необычайно эмоциональный человек, и, как мне кажется, это одно из замечательных ваших качеств, позволяющих убеждать кого-то, например, стоя на трибуне того же Верховного Совета Украины. Но все эмоциональные люди, и мы это все хорошо знаем, они очень... их легко оскорбить. Что оскорбляет президента Украины? Я понимаю, наверное, оскорбляет крики некоторых людей, которые говорят, что будем там чего-то присоединять. Я не об этом сейчас. Что вас оскорбляет, обижает как человека? Не уважение к нам, не желание понять нашу природу, наше стремление построить свое собственное государство, дружеское, партнерское, но свое. Вот я вижу иногда со стороны средств массовой информации, да и политиков, в том числе я скажу российских, когда все же таки на Украину смотрят, как на свою часть маленькую. Близкий язык, близкий язык, говорили бы по-китайски... Не думаю язык, ментальность. Демократ российский, вот вы поставьте демократа российского, и демократа украинского. Вы мне их найдите вначале, а потом я их буду ставить. Это вы правильно сказали, но я с философской точки зрения. Так вот, если вы поставите их, российский будет смотреть на украинскую сверху, украинский на российскую. Российский демократ будет смотреть на украинского сверху? Демократ? Демократ. Леонид Макарович, тогда он не демократ. То, что мы с вами... А, ну тогда так, потому что то, что мы вкладываем в смысл этого слова. Но я все же таки... Если вы имеете в виду власть придержащих, это может быть. Но я имею в виду в широком аспекте, но я не могу, скажем, не видеть среди российских интеллигентов демократов. Но и они иногда в своих высказываниях, вот я слежу за этим, они демократы по своей природе. Но по отношению к Украине у них проявляется нечто, как нас скажут, с верхней. Я не могу сейчас... Все понятно. ...вести на русский... Конечно же, взаимоотношения Украины и России, это прежде всего комната, за которой спрятались от посторонних глаз два президента, в хорошем смысле спрятались. И идет разговор один на один. Есть ли контакт с Борисом Николаевичем, и можно ли сказать, что ваши переговоры с ним, ваши разговоры, не переговоры, разговоры с ним успешные, и вы понимаете друг друга, понимаете до конца? Вы знаете, я вот скажу вам откровенно так. Вот если бы Борис Николаевич и я встретились вместе, вот жили мы вдвоем, вот я так, теоретически, не было в него окружения и в меня окружения, мы бы понимали друг друга абсолютно точно и ясно. Но дело в том, что вокруг нас очень много есть, и левых, и правых, и по центру, информация выгодная, невыгодная, и она создает такую обстановку, что надо очень тяжело принимать решения, которые есть в самом, в тебе они. Надо считаться с окружением. Я благодарю вас за этот разговор и хотел бы закончить его одной украинской поговоркой, которая мне знакома с детства. Есть удивительная украинская поговорка, она звучит по-украински так, «Шануемося братья Бумытого Варти». Очень тяжело согласиться перевести ее на русский язык, но в принципе можно так, хотя это будет многословнее и менее удачно. Давайте себя уважать, потому что мы этого стоим. Как я понимаю, президент Украины Леонид Макарович Кравчук делает все для того, чтобы эта поговорка действительно имела за собой смысл. И уж если мы в Москве с вами, я это повторяю везде и буду повторять, Украина как самостоятельный государство, как независимое государство, может состояться только при условии, если найдет дружеские, добрые отношения с Россией. И второе, если россияне, как вы сказали, и демократы, и не демократы, я все равно буду делить их, поймут, что Украина как государство для России очень важный фактор международной ее политики. Не просто как какая-то единица, которую можно присоединить, отсоединить, а как важный фактор жизни и России. Если мы, два государства, найдем такую формулу взаимоотношений, это будет крайне необходимо и крайне полезно, и в политическом смысле крайне выгодно и для России, и для Украины, а значит и для всего мира, потому что нас вместе взяты более 200 миллионов, учитывая наш потенциал. То есть мы можем решить все проблемы, нужно только больше желания. Я благодарю вас за эту беседу, Леонид Макарович Коровчук, президент Украины. Спасибо, до встречи через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok